Приветствую вас, мои дорогие зрители, а также подписчики моего канала. С вами Данил. И, друзья, опять я немножко затянул с выпуском нового видео, за что дико извиняюсь. Просто я ультралентяй, который не хочет ничего делать. В общем, друзья, пятый день путешествия по Красноярскому краю, или же пятый день провождения на озере Янголе. К большому сожалению, утро я не заснял, так как забылся. И начнем с того, что в обед мы поехали с отцом кататься на квадроцикле. Куда мы съездили, что мы увидели, что мы нашли, смотрите сами. Приятного просмотра. Так, сейчас будем брод испытывать с Данилом. Сначала я перейду, посмотрю, какая глубина. Ну, я засучился, надеюсь, не затону тут. И потом Данил шурнел сюда. Вот видите, какая река. Нормально, Данил. Вроде камней нету такого. Сейчас. Ну, вот так потихоньку и едет. Вах, 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 вах. О, волна пошла. Подзатопило. Ты его не глуши, чтобы он это обдул. Сейчас поедем туда, дальше съездим, посмотрим. Итак, друзья, вон он квадроцикл стоит. Приехали мы с отцом на озеро Сараголь. Если я не ошибаюсь, по-моему, Сараголь называется. Ну, его вроде как Щучья тоже называют. Ну, Щучье озеро. Правда, оно такое, тут и водоросли вон внизу, все это такая. А вода вообще тепленько-тепленько. Просто камера не передаст, наверное, как в ванной, как в ванной. Ну, вообще, реально, но очень теплая. Теплая вот так. Ну, тут, наверное, навряд ли покупается. Ну, конечно, потому что местность более такая болотистая. Ну, и непонятно, что там творится. Вдруг там какой-нибудь водяной живет и тянет на дно. Вон кочка аж шевелится прямо это. Вообще, реально, озеро еще, ну, вы сами посмотрите, оно достаточно большое. Вот отсюда вот снимем. Вон, кстати, ребят, вот смотрите, вон там вдалеке просто деревья лысые. То есть, реально, это болото. Блиноводы зато съедают. Блиноводы отсюда видно, что такое-то. Вон, видишь, какой-то. Вон, вообще. Вы просто посмотрите, какое большое озеро. Реально, огромное-огромное. Ну, я говорю, мы в тот раз... Ну, болотистое. То есть, и в интернете на картах написано то, что это болото. Мы в тот раз сюда приехали толпой рыбачить. Ну, полная лодка была эта, спиртного. И все-все-все тут нахерачивались. Я помню, сидели лопухами только отбивались от этих. Ни одной рыбки не поймали, но зато чуть теплой уехали отсюда. Ну, мы еще на легковой машине на какой-то ездили. Я не помню даже на какой. Блядь, смотри, как оводы тут едят. Ну, оводы вообще съедают. Ну, свинячат и здесь люди. Да, и здесь тоже мусор накидан. И завалены, блядь. Вот, кстати, смотрите, здесь еще столик с лавочкой стоит. Блин, оводы едят, ужас. Это, скорее всего, это рыбаки, которые приедут. Да, рыбаки, наверное. Вон, костер даже есть. Только сейчас заметил. Здесь же березы напилены. Ну. Хотя тут сухостое столько много. Мы, кстати, ребята, в прошлом году ездили, пытались найти вот это вот именно озеро. Ну, потому что батя рассказывал о нем. И, получается, мы его в прошлом году не нашли, потому что поехали вот за этой горой, вон там далеко. И объехали это озеро. Ну, тупо не ту дорогу выбрали и все. Сейчас по нужной дороге поехали, потому что я карту посмотрел, как надо. И по нужной дороге поехали. И вот приехали на это озеро. Вот. Ну, в принципе, вот такое вот большое озеро, болотистое. Плавать, конечно, в нем нельзя. Хрен знает, что там. Засосет еще, не дай бог. На столе ничего нет. Вот, пять рублей. Лишними не будут. Лишний хуй в жопе не помеет. Да-да-да. Ладно, ребята, сейчас заводимся и... Наверное, едем назад или дальше? Ну, давай немножко дальше проедем, посмотрим, что там. Она куда-то там в городе. Ну, посмотреть немножечко, а потом разверемся, поедем. Да, и назад поедем. В тюрьмовойка брата. Итак, друзья, едем с озера Сараголь. И вы просто посмотрите, какие поля. Да, какой простой, сады вот это. Это, наверное, какой-то комбикормовые цветочки, что ли, вот здесь. Как взлетная полоса. Тут шуровать можно носиться на этих. И на квадроциклах. Зимой на снегоходах, если никаких пеньков, ничего нету, уже когда люди знают, что чистенько снегом засыпало, можно носиться. Но вообще, и вот с этой стороны тоже. Ну, здесь не так хорошо видно. Но вот здесь. Далеко-далеко уходит она. Ну, вообще, просто обалденно. Ну, вода сейчас не сильно холодная стала. Потому что, когда затапливало, тут Данил был и простыл. Вообще было все затоплено так высоко до всяких, до деревьев. Данил был и простыл. У тебя вон это, подзаглыхал или ты сам газ скидывал? Нет, я газ скидывал. А что-то он так... Не хватает, ну, не знаю. А, может. Не заливает. Ну. Прогазуй его. Я говорю, сначала прогазуй, а то потом, блядь, мы не вытолкаем его. Ну, а после этой речушки мы с отцом поехали обратно в лагерь. Итак, друзья, мы в лагере. Смотрите, какая туча. Вот здесь туча, а здесь ничего нет. Нормально. Ну, у нас тут немножко дождик поморосил он так чуть-чуть. Он быстренько закончился. Квадроцикл поставили здесь. Я ложу телефон в эту сумку и оставляю в включенном зажигании и заряжаю телефон. Если что, у нас есть, во-первых, кикстартер, а во-вторых, у нас есть крокодилы и вот эта дурь-машина. Бешеная вообще дура. Мы еще вот сейчас будем, вон, сотри, мясо купили. Да-да-да, мы еще в Ивановку, когда ездили, взяли мясо. Вот сегодня вечером будем жарить тоже. И вот сейчас картошки начистим, сделаем круглые картошки, обжарим, хлеба нажарим. И это... И будем кайфовать. И пиво будем есть. Да, будем вообще. И пиво, и сок есть у нас, все. Да. Вон засранец мелкий. Там играет и кушает печеньки. Народ, ну, купается. Но вода теплая. Вода, в принципе, достаточно теплая. То есть нормальная вода. Я уже... Я, получается, только сегодня, на пятый день, впервые, наконец-то, пошел искупаться. И вода, в принципе, нормальная такая, теплая. На озере, ну, вполне себе нормально. Вон люди отдыхают. Еще там, получается, вон там есть еще. Вон стоят. В этом лагере тоже. Там внизу. И вон там еще тоже за горой стоят. Там тоже стоят. Ну, в общем, народу... Ой, ветер поднялся. Народу, в принципе, достаточно на озере. Но было и больше на выходных. Это сейчас немножко... Да, они приезжают, уезжают прямо. А сейчас подолгу никто не стоит. Буквально это день-два приедут, покричат, попьют, поматерятся. И свернулись. Такое ощущение, что они даже не протрезвели и свалили. Да, да, да. Всю ночь пьют, орут. Ну, казалось бы, всю ночь пили, орали, блядь, жрали. А смотришь там, утром, ну, даже до обеда уже уезжают. Ну, наверняка же еще остались и запахи, и все. Потому что они такие чуть теплые были всю ночь. Главное, до самого утра пьянствуют, не спят. И как уезжают? Видно, ментов тут нигде нету. Ну, да, мы вот на квадрате сколько ездим. Ну, реально, мы тут ментов вообще сколько лет ездим, ну, ни разу не видели. То есть, только когда специально вызывают из-за чего-то, тогда, конечно, не приезжают. А так, в целом, ментов здесь нету. Итак, ребята, я вот еще сразу хотел бы вот что сказать. Наверняка, вот, вы заметили то, что когда я заезжал в воду, он как бы глох, он, то есть, б-б-б-б, ну, глох. Тупить начинает. Да, он тупить начинает. В чем проблема, собственно? Проблема не в мощности, то есть, кобылок ему хватает спокойно, то есть, не в мощности дело. Дело вот в чем. Смотрите, ребята, у нас здесь стоит вот такой вот подсвечник. Это не оригинальный, то есть, смотрите. Свечу одеваешь на свечу, то есть, а он не плотно, он не закрывает полностью свечу. И вот получается то, что вода попадает, и то есть, свечу заливает. Вот видите, он как шатается здесь, он плотно не закрывает. Это не штатное. Получается, смотрите, а стоял штатный, и он полностью, он с резинкой был, он плотно закрывал. И вот то есть, здесь на свече еще видно ребра, и получается, он по этим ребрам еще щелк-щелк закрывался и плотно, причем держал свечу закрытой. И вот получается, ну там уже, конечно, свечу там, ну хер зальешь, она так плотно закрывалась. Вот, а в чем прикол? Здесь она, опять же, плотно не закрывает, и поэтому туда попадает вода. Почему мы, ну точнее отец поменял на эту? Потому что, как-то зимой не могли завести, отец выкрутил оригинальную свечу и воткнул какую-то короткую свечу, и длины не хватало, и он вот это вот поставил, приколхозил, и все. Сейчас вкручена оригинальная свеча, когда мы вкрутили, катались зимой, это было, ему чувствовалось, что мощность выросла, прямо ощутимо, отклик газа вообще там, просто земля и небо. Но сейчас проблема в том, что свечу заливает, и вот это вот надо будет обязательно, потом приедем, сделаем, то есть накупим, чтобы плотно она закрывала свечу, и чтобы не заливала. Этим мы обязательно займемся потом, когда приедем с озера. А пока что надо спокойно заезжать и сильно не дурковать. Я вот еще, кстати, что хотел рассказать по поводу расхода топлива. Смотрите, включаем зажигание. Сейчас я вам покажу, сколько мы проехали на озере сейчас километров. Проехали мы 68,6 километров, и у нас, ну здесь еще неровная поверхность, под наклоном квадрик стоит, как бы. Ну пол бака у нас еще осталось, пол бака. То есть смотрите, да, мы по каким дорогам катались, с полным приводом по горам, всем газ в палас, много где катались. Но в основном так я езжу по трассе, там, ну 50, ну около 50, там 50 с чем-то, почти 60. Ну вот плюс-минус 50-60 я катаюсь на заднем приводе по трассе. По бездорожью, то на заднем, то на полном приводе. То есть смешанный, у нас смешанный режим езды. И то есть проехали почти 70 километров, и у нас пол бака еще осталось. То есть расход топлива, ну сами судите, я думаю, вполне себе нормальный расход топлива. То есть реально, 70 километров и пол бака еще есть у нас. А топливный бак у нас 16-17 литров, плюс-минус где-то так, почти 17 литров, короче, бак у нас. Нормальный его хватает, то есть 100 с чем-то километров на нем спокойно можно ездить. Будет казаться так, что мы никуда не ездили, но нет. Мы с отцом съездили в деревню Ивановка, купили сока, что там купили, мороженое. Ну в принципе тут недалеко, что там, сел, скатался, недолго, недалеко. Вот разожгли костер, я доедаю пищу богов доширак. Вот тут мелкий засранец, батя, сидим около костра. Да, костер разожгли для того, чтобы взять с его угли и вот пожарить мясо. У костра-то угли более горячие, получше будут, чем в обычном маленьком мангале. А, маленький мангальчик убрали мы уже. Ну да ладно. Вот батя сейчас подбирает угли и будет засыпать их вот в этот мангал. Опа! Угли тут уже с костра сразу-таки хороший, сжар хороший. Только аккуратно. И вот оно, наше весцо. Смотрите и завидуйте. Сейчас кайфовать будем, ужас! 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 И все. Сейчас начнем процедуру, самое главное. Да! Ну вот, смотрите, ребята, это называется джентльменский набор. У тебя есть и напиток, и есть закусон. Да, да, да. Ничего не надо. И костер рядом. И Данилу, и квадроцикл, и палатка, и природа. Да, да, да. Вообще кайф. Это все в куче, это джентльменский набор. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только с одной стороны, не обязательно с двух С одной стороны намазали и все И ставите на мангал Только надо следить, потому что Хлеб быстро жарится И может тупо сгореть Так что Но потом, если нормально все сделать Конечно, очень вкусно получается Батя уже приступил к дегустации Горячая, горячая Аккуратней Ну, друг, вон В общем, друзья, сейчас мы решили с отцом съездить За дровами И вот батя откручивает топор У нас тут в прицепе все есть И топор, и лопата Лопата, кстати Вон она около костра стоит Что у нас здесь еще есть? У нас здесь еще молоток Здесь у нас канистра стоит Она сейчас в тени у нас С бензином, если что Ключик тут Ну, это молоток И вот удавки Как раз таки для Собственно, деревьев Ну, один тросик Чтоб прицеплять А удавочка Если трос на буксире Болокеж Ну, чтоб не перешоркалась Уже это Чисто удавочкой Вот Ну, лебедка Это уже чисто Чтобы квадроцикл цеплять И если Ну, конечно, сломался Его затянуть Можно было в прицеп На прицепе Видели вы, наверное Уже здесь у нас Еще есть запаска Для прицепа Специально запаска Если что-то с колесом Вдруг случилось Можно было Снять отсюда И поставить Замечались Сейчас посмотрим Здесь какой он сухостой Сухую рубим Если что Да, я на видео Говорю, что сухую рубим Ну, да, я снял То, что вот она сухая Все Гнилужку уронил Полный мурашей Все Найс Сейчас будем цеплять Получается Вот так вот Зацепили Сейчас будем Пробовать выезжать Так Носоводы тут едят Вот бревнышко сухое Срубили Поволок Легко Легко Волокет Вообще Простенько Видите, как круто подгорит Видишь, какая крутизна Как наклон Ну, камера не передает Но большой наклон Прямо Поехали Не развалилось бы дерево Потому что сухое Совсем Для костра пойдет Где у нас В каком месте Она Пошоркала Ну, в принципе Вот удавочка была Ну, как бы Просто блестит Не это Не перешоркала Ничего А если бы по траве Вытащили по земле Вообще бы ничего Не было Ну, так в целом Ну, удавка у нас еще Причем толстая Достаточно Ну, взяли Такую потолще Раньше-то брали Специально удавочка Была, кроме этого Эти тросики Вот эти Тоненькие Ну, вот у нас Кстати, один В прошлом году Оборвался Ну, прошоркался Потому что Ну, он и тонкий был А вот этот Мы в этот раз Взяли уже потолще И смотрите Как дерево Покорябало Мы ехали Просто как Его искорябало Вон, как искорябало А так В целом Квадрику Вообще Пофигу Легко тащат Я чуть-чуть Газ нажимаю Он едет Ну, собственно Вот так вот Мы провели Пятый день Отдыха На озере Инголе Как мы вечером Сидели у костра Я забыл заснять За что Дико извиняюсь Ну, у меня на этом Все, друзья Я надеюсь Вам этот день Это видео Понравилось Если так То поставьте лайк К этому видео Подпишитесь на канал А также Поделитесь Со своими друзьями Ну и комментарии Не забудьте написать Всем удачи Всем пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok